Вот так вот. Раз. Поехали. Первые в жизни плавания отправляются воспитанники летней инклюзивной смены «Лыжи мечты. Лето». Инициатор проекта Александра Семенова уверена, лыжи – это только начало. Зимний проект потребовал логического сезонного продолжения. Почему мы не ограничиваемся лыжами? Потому что это опять-таки была просьба детей. Это было даже такое требование, что мы не хотим, снег сошел, а дети хотят заниматься спортом. Поэтому была разработана программа «Лыжи мечты. Ролики», которая позволяет круглогодично заниматься терапевтическим спортом всем детям без ограничений. Теперь это ролики, байдарки, лошади и даже пешие походы мечты. За лето три смены инновационного проекта «Спорт», который помогает адаптации детей с тяжелыми диагнозами. Как вылазим, помнишь? Да, да, опираемся ручками. Артем, тебе понравилось кататься? Да, молодец, здорово. Понравилось тебе? Да, теперь куда? ДЦП Артема Горохова уходит на второй план, когда он встает на лыжи или играет в футбол. Теперь в его личном активе еще и гребля. Здесь развиваются не только физические способности детей, но и в целом, то есть это их умение общаться, вести себя в обществе, это развитие каких-то творческих способностей, навыков, интересов, раскрытие себя более как личности. Меня Артем вообще очень доволен, то есть он приезжает домой уставший, но в таком воодушевлении и восторге, что он засыпает с мыслями о завтрашнем дне. С детьми занимаются инструкторы и волонтеры, с мамами – психологи. Подобный проект первый и пока единственный в России, поэтому в составе инклюзивной смены участники не только из Удмуртии. У меня ребенок-аутист, и, как правило, им очень надо общение, двигательное общение, больше быть в коллективе, а, как правило, в нашей стране инклюзии практически отсутствует. Инклюзивное образование и спорт – это единственная программа, которая хорошо функционирует, и в Ижевске вы, наверное, первые практически, кто хорошо делает эту программу. Эта смена завершила сезон, а создатели уже строят планы по освоению новых видов спорта и пишут новые заявки на грантовое финансирование.